В музее Николая Ивановича Лобачевского Казанского Федерального Университета прошла выставка «Сказки кота Мурлыки в ректорском доме», которая стала продолжением успешного проекта «Учёные дети», поддержанного в конкурсе Креативный музей Благотворительного фонда Владимира Потанина. Она посвящена 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина и 220-летию основания вуза. На выставке были представлены экспонаты из Зоологического музея Гербария, Этнографического и Археологического музеев Казанского Федерального Университета, Научной библиотеки имени Николая Ивановича Лобачевского, а также частных собраний. Мы решили использовать и образ кота Мурлыки. Всем предлагаем обратиться к сказкам Николая Вагнера, и вы поймёте, что он только является рассказчиком, не персонажем этих сказок, как нам это привычно. И когда мы готовили выставку, мы проводили опрос, а кто такой кот учёный, как вы себе представляете кота Мурлыку. И оказалось, что у каждого этот сказочный кот, он свой. Он своей породы, своего окраса, цвет глазом, поэтому предлагаем на этой выставке его нарисовать. Вы увидите те экспонаты из коллекции зоологического, этнографического, геологического музеев Казанского университета, которые напоминают сказочные предметы. Сапоги-скороходы, ковёр-самолёт, ступу Бабы-Яги и так далее. Я страшно рада, что на выставке я наконец увидела, что это пион оказывается, дикий пион, маленький цветочек, да. Потому что всегда хочется представить, а тут вот есть уже и научное обоснование. Ну и, конечно же, наш Вагнер. Естественно, что вот его сказки «Кота Мурлыки» очень популярны. Они пережили более 20 переизданий. И, конечно же, до революции большую часть там, почти 12 было переизданий. И потом уже в советское время их ещё тоже переиздавали. Тоже очень популярные, философские такие были тексты. При том, что он учёный с мировым именем, вот всё-таки, к счастью, да, и оставил и такое наследие. Кот Мурлыка – это персонаж сказок автора Николая Вагнера. Он был выпускником и профессором Казанского университета, затем Петербургского университета. Выставка была разделена на три тематические зоны. В первом зале были представлены фрагменты из общеизвестных сказок, таких как «Золушка», «Аленький цветочек», «Щелкунчик» и «Снежная королева» и многих других. Второй зал порадовал гостей тематическими композициями сказок Александра Сергеевича Пушкина. А в последнем посетители погрузились в восточную тематику, где отразились культурные особенности тюркских народов. Кроме того, детям на выставке предлагается примерить волшебную шляпу, решить ребусы, сыграть в лото и даже нарисовать собственного кота-мурлыку. А их родители могут надеть настоящие старинные лапти. Очень понравилась африканская маска, даже непонятно, как их носили. И, конечно, особенно понравилась выставка с восточными сказками, посвященная сказкам Китая и Азии, народов Азии. Поскольку это такая экзотика всегда была для европейского человека, и поэтому, конечно, тоже очень интересные экспонаты. Отметим, что выставка организована Музеем истории Казанского федерального университета. Посетить экспозицию можно по адресу Кремлевская, 18, корпус 6, с понедельника по субботу. Предварительная запись по телефону 238 1573. Резидент Каримова, Тимур Ахметов, Универновости.